Боевики на Донбассе продолжают бить из запрещенного оружия. С утра открыли огонь из минометов крупного калибра в районе поселка Чермалык. В общей сложности украинские позиции сегодня обстреливали уже 14 раз, практически по всей линии фронта. Геннадий Вивденко расскажет подробнее. Блиндаж, видимо, там бровно вчера выкидывали. Потихоньку строятся. Не сильно, но есть. А копают окопы, блиндажи. Олег из окопов Авдеевской промзоны наблюдает, как враг укрепляется с той стороны. За дни относительного затишья противник создает серьезную систему обороны. Вместе с тем оккупанты не забывают атаковать из крупнокалиберных пулеметов. Стреляют часто. Провоцируют на стрельбу. В основном вечером и днем тоже провоцируют из крупнокалиберных. Вылазят, кричат с окопов. Всякие там непристойные вещи. Ну, мы как бы на это не реагируем. Ну, а так. Гоюем по чуть-чуть. Постепенно огонь из пулеметов противника становится плотнее. Пули летят уже над бруствером нашей траншеи. Может, подползли, может, младили еще. Это они работают. Слышите, ликошеты. Это беспилотники. Уходим, уходим. В это время противник выпустил свой беспилотник и открыл огонь по таким же аппаратам АБСЕ. Параллельно провоцирует и наших пехотинцев. Противник тут применяет тактику таких вот одиночных прострелов. Пытается выманить наших бойцов на ответный огонь. Однако наши в основном молчат и свои огневые точки не показывают. Неприятель таким образом обозначает свое присутствие и проверяет наличие наших воинов на позициях. Просто выпрашивают, чтобы ответили им. Церпим, ждем. Командование не одобряет такое, чтобы просто открывать огонь. Не палим позиции. Пока к активным действиям на этом участке фронта противник не прибегает. Однако беспокоящий огонь, не менее опасный, не утихает. Геннадий Вивденко, Сергей Дубинин, Антон Чиженко. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. Подробности телеканал Интер из Донецкой области.